здравствуйте дорогие друзья с вами психолог евгения саженцева неповторимое и уникальное сегодня с вами продолжаем говорить о нарциссах давайте разберемся почему эти люди так проникают под кожу сильно что мы их не можем забыть что мы их для себя как бы определяем как каких-то сверх значимых все это происходит только на уровне манипуляций поверьте мне если бы этот человек не произвел ряд манипуляций вы бы не стали вообще обращать на него внимание мы подумали что что это за человек да он вообще не интересный ничего из себя не представляет но так как нарцисс является искусным манипулятором мы начинаем много о нем думать мы начинаем придавать ему много значения в своей жизни и как нарциссы это делают а очень таким способом тоже как сказать вот червиным таким способом пренебрежительным способом к другому вот смотрите например если человек заставляет вас периодически ждать себя вот допустим он опаздывает на 40 минут и пока вы эти 40 минут его ждете он уже для вас какой-то знаете важный человек ведь только важных людей ждут все дела которые вы можете сделать без него вы в целом отдаете ему в этот момент значение то есть он заставляет себя ждать и вы допустим эти 40 минут думаете о нем он сам это создает намеренно или допустим нарцисс отменяет встречу и вы думаете а что это за человек такой у него такие важные дела такие важные обстоятельства что он не может сегодня что он отменяет встречу переносит ее на неделю или на месяц а потом по итогу выясняется что этот человек весь этот месяц страдал фигней и нет у него никаких сверх важных дел что он допустим где-то развлекался в баре снимал проститутку простите меня вот такие у него сверх важные дела и обстоятельства но тогда когда вы его ждете когда вы о нем думаете то по мало по малу он проникает вам в голову и вы начинаете ему придавать вот это вот важное значение также нарциссы любят постоянно противоречить вам в тех вопросах которых можно согласиться с вашей мыслью с вашим мнением нарцисс постоянно противоречит и говорит нет это не так это вот так еще важная черта нарцисса что он всегда на стороне ваших врагов допустим вы ему рассказываете какую-то ситуацию из жизни допустим с вами поступили плохо нарцисс всегда будет защищать того кто с вами поступил плохо и вот понимаете вот даже эти три манипуляции которые я назвала на самом деле характеризует его как поганого человека как не вашего друга не не того человека который относится к вам хорошо конечно есть такие нарциссы которые в самом начале выдавливают из себя хорошие отношения они наоборот вам говорят что вы самое лучшее что он вас любит это еще причем на первой встрече может так уже говорить он вас так обнимет как просто как клещ какой-то он вас захватит понимаете вам кажется что меня никто так не обнимал а на самом деле он просто производит опять же такие действия чтобы запасе вам в память ведь нормальный человек он так не обнимает как будто хочет сожрать а нарциссы именно так делают но мало-помалу вот этот вот период бомбардировки любовью сведется на нет это к чему он вас приучил например к звонкам по часу где вы с ним разговаривать якобы родственные души хотя он потом может опустить трубку и сказать ну и дура такую фигню несет понимаете то есть на самом деле это неправда он мало-помалу будет создавать дефицит себя то есть то что он давал вначале он будет сужать и потом обдавать вас холодом вчера вы были для него единственное неповторимое завтра он скажет вам что ты требуешь слишком много внимания но дорогой ты ведь сам создал эту зависимость ты ведь сам поставил отношения на такой уровень где мы с тобой близкие нет нарцисс будет делать так что вы почувствуете себя назойливой мухой ненужной при том что он сам создал вам такую планку отношений он будет вам что-то обещать и тянуть с тем чтобы выполнить свое обещание он будет поступать по сути говоря с вами очень плохо и вот на тот момент когда вы чувствуете что человек ведет с вами какую-то игру нечестную вы должны не увлекаться этой игрой этой интригой потому что конечно нам нравятся загадки нам нравится разгадывать какие-то ребусы нас детства приучают к тому что дают головоломку мы должны ее разгадать но головоломку нарцисса вы никогда не разгадаете потому что его сломанный мозг нелогичен а вы пытаетесь привести эти отношения какой-то логике расставить все точки над и вы пытаетесь понять этого человека почему он так поступил со мной почему он в целом так себя ведет и вы не найдете ответы на эти вопросы потому что ответ на самом деле кроется в том что это больной человек и его мозг поврежден поэтому пытаться собрать и склеить мозг нарцисса и перевести на вашу логику невозможно он всегда будет противоречить сам себе он будет говорить салат из слов нелогичных и так далее и тому подобное поэтому дорогие мои если вы столкнулись с таким человеком и вам удалось наконец-то завершить эти отношения то вам следует первым делом прописать свои личные границы как вы уже больше никогда никому не позволите с собой поступать то есть например если вы следующий раз идете с человеком на свидание и он позволяет себе отменить встречу или опаздывает на 40 минут вы может быть это жестко но сразу же исключаете этого человека из своей жизни потому что мало помалу таких моментов будет все больше и больше а подставлять он вас будет все более по-крупному и если сейчас вы просто подождали то в следующий раз он займет у вас деньги или возьмет на кредит на ваше имя и вы останетесь в луже с таким человеком потому что он исчезнет а разгребать эти все проблемы будете вы человек который последователен и живет по совести он порядочен и в малых делах и в больших запомните если человек позволяет в малых делах вести себя как скотина неуважающая других он вас предаст и в огромном деле где замешаны и деньги и ваша честь и ваше достоинство поэтому позвольте себе быть плохой с теми кто поступает с вами плохо и позвольте себе такую роскошь отстраняться от тех людей которые несут в вашу жизнь вот эти все загадки интриги и неуважение пропишите свои личные границы у каждого они свои как вы точно никогда больше не позвольте с собой поступать и поверьте мне таким образом вы не останетесь в одиночестве вы наоборот покажете мужчина или женщина у нрл нет гендера вы можете быть и мужчина и женщина который столкнулся с нарциссом поверьте мне человек который уважает себя и не дает с собой поступать плохо он не остается в одиночестве уважающий себя проецирует в мир то что меня тоже надо уважать и происходит так что вашу жизнь привлекаются реально хорошие люди которые к вам хорошо относятся вы можете встретить своего будущего мужа будущую жену и вас будут прекрасные отношения на взаимо уважение так что не бойтесь говорить людям нет не бойтесь отстраняться от тех кто поступает с вами некрасиво идите вперед и вы обязательно встретите нормальных людей адекватных здоровых людей и выбрасывайте из головы вот эти вот этих всех нарциссов которые засели в вашей голове как головоломка их бред потому и оседает в голове и вы годами ходите и пытайтесь понять только потому что наш мозг пытается разобраться наш мозг не понимает что происходит поэтому вы первое время конечно очень много смотрите про нарциссов вам нужно много информации что все таки понять и принять ту мысль что эти люди больны но до конца вы все равно не поймете это потому что вы то здоровый человек вам никогда не понять сумасшедшего поэтому выздоравливаем выбрасываем из головы нарциссов и живем дальше своей счастливой жизнью где нет абьюза если вам нужна личная консультация мой телефон в описании видео я всегда рада вас выслушать и дать ценный совет с вами была евгения саженцева психолог практик до новых встреч а и Продолжение следует...